Новым начальником УФСИН России по Камчатскому краю назначен Владимир Абрамчук, ранее занимавший должность первого заместителя начальника управления. В четверг он провел пресс-конференцию, на которой рассказал о себе, а также о работе ведомства. На должность назначен 26 января текущего года приказом директора УФСИН. Прошел все необходимые согласования. Прибыл на Камчатку не совсем так, как было спозиционировано. В июле 2015 года, практически 6 лет здесь нахожусь, достаточно длительное время исполнял обязанности заместителя начальника управления. В сентябре 2016 года был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН. Курировал вопросы оперативной работы, режима безопасности, спецучета, спецназ и ряд других направлений, пожарную безопасность в том числе. На протяжении всех этих лет, при отсутствии руководителя, исполнял его обязанности. С июня 2020 года временно исполнял обязанности начальника управления. И, соответственно, в итоге был назначен на эту должность. В состав Камчатского управления УФСИН входят три исправительных учреждения, следственный изолятор, а также уголовно-исполнительная инспекция, отдел по конвоированию и другие учреждения. По словам Владимира Абрамчука, краевое ведомство находится на хорошем счету. У нас в целом порядок. Порядок заключается в том, что здесь все решения принимаются руководством учреждений, в том числе руководством территориального органа. Не так, как где-то происходит, что осужденные сами могут какие-то решения принимать, еще там как. Нет. В этом и состоит порядок. У нас, если брать с точки зрения оценки территориального органа, да, понятно, что оценка за год будет дана в период времени с 10 по 12 марта на коллегии УФСИН, которая будет проводиться, но по тому рейтингу, который уже пришел, значит, территориальный орган занимает девятое место среди 38 таких же небольших территориальных органов. Повторюсь еще раз, что в целом ситуация у нас под полным контролем. Одной из ключевых тем, которые волновали журналистов, стала пандемия. А именно, как ее пережили осужденные и сотрудники. Считаю, что те меры, которые принимались в учреждениях и территориальном органе, они позволили избежать заболевания в том объеме, который был в том числе и в крае. Ну, в качестве примера. Значит, в исправительных учреждениях за весь этот период заболело всего 14 человек. 14. Они своевременно были изолированы. И это позволило не допустить распространения. У нас не было эпидемии как таковой в учреждениях. Ну, не было. Да, здесь и те меры, которые принимались в рамках постановления главного государственного санитарного врача, нашего санитарного врача, те меры, которые принимались по дезинфекции и обработке, конечно же, тот масочный режим, перчаточный режим. Но самое главное, вот на тот период времени, когда это происходило, личный состав учреждений, он переводился на казарменное положение. При этом при переводе на казарменное положение весь личный состав подвергался тестированию 100%. И только через три дня после того, как были готовы тесты, мы их заводили туда. И они жили внутри учреждения. Они находились, еще раз повторю, в казарменное положение. Сутки через сутки несли службу, и 14 дней были там. Вот эти меры позволили предотвратить в исправительных учреждениях. Удалось сдержать распространение инфекции среди тех, кто посещает принудительные работы. Самая либеральная мера наказания на сегодняшний день, одна из самых либеральных, они находятся на работе, они едут на работу в общественном транспорте, вечером возвращаются, в выходные дни могут проводить там парки погулять, там в кинотеатр сходить, ну если он работает, понятно, да? Вот там у нас была ситуация. Значит, 50 человек в среднем содержится у нас на УФИЦ, из них 13 были заражены COVID-19, так? Вот на тот момент, это начало июня, было принято решение. Мы оставшихся осужденных, которые привлечены к данному виду наказания, вывезли в обсерватор на базу отдыха, которая есть в управлении. Просто ее закрыли, и тех людей, которые не заболели, тех людей, которые не были контактны, мы на месяц вывезли туда, что позволило также прекратить распространение этой инфекции. Во время пресс-конференции обсудили и жалобу из колонии-поселения при ИК-5, которая в конце января привлекла внимание пользователей камчатских соцсетей. В письме осужденный жаловался на плохие условия содержания. Владимир Абрамчук отметил, что, как показала проверка, все, о чем говорится в жалобе, не является обоснованным. С чем она связана? Ряд осужденных, которые отбывают наказание в колонии-поселении, они считают, что колония-поселение – это неисправительное учреждение. Я хочу еще раз авторитет назвать, что это такое же исправительное учреждение. Там есть, в отличие от исправительной колонии, определенные, скажем так, не то что по облажке, законно предусмотрены определенные льготы. Там режим немного мягче, но ни в коем случае это не говорит о том, что это неисправительное учреждение. Вот свои жалобы осужденные как раз и говорят о том, что установлены камеры видеонаблюдения везде. Так режим и надзор как раз в этом и заключается, что человек, отбывающий наказание, круглосуточно должен находиться под надзором. Повторю еще раз, круглосуточно. Формы и методы разные. Но одна из самых прогрессивных и правильных форм – это видеонаблюдение. При этом, при всем, я однозначно, с первого дня, как только это все внедрялось в уголовно-исполнительной системе, я всегда говорил, что это благо. Во-первых, это дисциплинирует и наших подопечных, но дисциплинирует и личный состав. Какие-либо конфликтные ситуации, которые могут возникнуть, теоретически, все они находятся под постоянным наблюдением, под видео. И вопросы все изначально, все понятно, все решено. По всем вопросам мы ответили. Там и по площади было, там и по коммунально-бытовым. Жалобы не обоснованы. Ни один пункт, который был озвучен в этой жалобе, достаточно большая она была. Но, повторюсь еще раз, она не обоснована. Кроме всего прочего, мы все понимаем, что над нами есть надзирающие виды, что прокуратура, они также рассматривали эту жалобу. Но в целом, наши все действия признаны обоснованными и законными. Добавим, во время мероприятия обсуждались и другие вопросы. Такие, как трудоустройство осужденных, качество питания в колониях и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова